Особое мнение на 101FM Добрый день! Начинается программа «Особое мнение». Веду сегодня я, Мария Кожевникова, а в гостях у нас депутат Кировской городской думы Денис Ерохин. Денис, здравствуйте! Добрый день! Много тем. Напомню еще нашим слушателям, что и они тоже могут задавать вопросы. 8-909-720-101 и 0 наш номер телефона. Можно писать в Вайбер, Ватсап, СМС. У нас есть сейчас прямые трансляции. Можно посмотреть на Дениса на нашем сайте и в группе во Вконтакте. Нам, кстати, пришел один вопрос на сайт. Давайте тогда с него и начнем. Наш слушатель Олег спрашивает, намерена ли городская дума обеспечить закрепленную нормативами постоянную и регулярную трансляцию заседаний думы и опубликование архивов этих трансляций на официальном сайте думы. Ну вот я кое-что сама знаю об ответе на этот вопрос. Я знаю, что сейчас Вконтакте все транслируется и, в общем-то, там и сохраняется. Но вот, может быть, вы как-то подробнее ответите? Нет, я считаю, что это абсолютно правильный вопрос, потому что, ну, по крайней мере, сохранять это трансляции заседаний Кировской городской думы. И я считаю, что и неплохо бы сохранять трансляции комиссии, которые проходят перед заседаниями. По крайней мере, на комиссиях много что обсуждается, что не обсуждается на самих заседаниях. Не все вопросы, которые обсуждаются на комиссии, выносятся на заседания думы. Поэтому я считаю, что такие трансляции должны быть сохранены на сайте и, безусловно, они должны быть, чтобы любой житель нашего города знал, так или иначе, про выступления каких-то депутатов, про голосование депутатов, в том числе про выступления на комиссиях. Потому что я считаю, что это важно. Именно для этого нас и выбирали, чтобы, ну, чтобы видеть какую-то нашу деятельность, чтобы она была до пользы. Потому что, ну, большинство, там, скажем, ну, на мой взгляд, там очень такую неактивную роль в заседаниях, принимают в заседаниях, то есть думы, то есть некоторые там вообще никогда не выступают. Таких депутатов достаточно много, поэтому я думаю, что жители должны знать, и, конечно, это должно быть и сохраняться. Ну, я так поняла, что на сайте, вот, чтобы сохранять на сайте, они пока технических возможностей не нашли. Они вот только пока с контактом удалось что-то выдумать. Ну, вы знаете, как бы, ну... На Ютуб нельзя, потому что международный, не российский. Так, ну, есть же трансляции, там, заседания, там, Государственные думы, да, то есть там примерно же всё самоаналогично. Всё сделано и работает, да. Да, поэтому не нашли или пока не очень нужно, это вот для меня, как говорится, тут вот я не могу ответить на этот вопрос, потому что возможно, что это, ну, там, не надо, да, чтобы вы там видели все эти обсуждения. Вот, а то, что это можно посмотреть в прямом эфире, и то зачастую бывают какие-то сбои, когда там на заседании доходишься, и кому это интересно, они спотрят эфиры и периодически пишут, что вот, ну, там, вас не видно, звук пропал там и так далее. Кстати, тоже иногда это бывает на самых интересных вопросах, поэтому... Обычно на разном. Да. Всё, вот так вот. Да, поэтому... Прерываются и всё. Случайность это или просто какое-то совпадение, или просто какие-то технические неполадки, ну, давайте будем думать так, но, честно говоря, я в случайности не верю. Ну, у меня было, в какой-то момент у меня было подозрение, потому что каждый раз, как только начинали обсуждать другое, почему-то всё отругалось, но сейчас этого нет. А вот, кстати, по поводу комиссий тоже, это же вопрос, которым и журналисты озабочены, потому что... А комиссии даже, по-моему, нет в трансляции, да? Ну, вот их транслировали, когда началась вот эта вот история с коронавирусом весной, а потом вдруг перестали, потому что стали приглашать журналистов на заседание. Вот, теперь снова возобновили, но дело в том, что ведь это удобно и это важно не только для журналистов. Нет, я считаю, что тоже надо, чтобы это сохранялось, потому что, так или иначе, ну, я говорю, на комиссиях обсуждается большинство вот именно досущных вопросов, те, которые вот не слышны на заседании Думы, да, то есть они очень важны, на самом деле, и даются в том числе поручения администрации по тем или иным вопросам, поэтому я считаю, что это необходимо. Вот еще интересная история с публикацией Госдумы, слышали, наверное, да, публикация депутатских запросов в открытом доступе. Ну, а нет же ничего, это все. Ну, и пока это не работает, для Кирова интересно было бы такое, на ваш взгляд? Вы знаете, у Кирова достаточно большая там пресс-служба там в Думе там и так далее, непонятно, чем они занимаются, ну, вот я, честно говоря, не знаю, но, по крайней мере, я считаю, что вот именно самоопубликование запросов в том числе, я не считаю это никакой секретной информацией, и поэтому, почему нет, и вполне правильно, чтобы эти депутатские запросы, запросы публиковались. К другой теме перейду. ОЗС, сокращение числа депутатов, ну, в общем-то, уже вопрос решенный, да, но, как бы, продолжаются обсуждения, что будет дальше, как это теперь все будет происходить. Вот у нас в эфире ваш коллега Владимир Костин сказал, что вот в данной ситуации, ну, пришло, наконец, там время, и это будет, это произойдет. Оппозиционные партии должны объединиться и выставить единых кандидатов. Вот, на ваш взгляд, реально договориться или нет? Потому что высказываются мнения, допустим, Олег Ткачев у нас в студии говорил, что, ну, оппозиция еще ни разу не договорилась, сколько раз уже собирались этих единых кандидатов выставить, и сейчас не договориться. Вот, на ваш взгляд, получится, нет, и надо или нет это? Вы знаете, конечно, если получится, то, наверное, будет здорово и правильно, потому что не будет, так или иначе, если посмотреть, сколько голосует, там, допустим, за того же кандидата от ЕР, и сколько голосует за других кандидатов, понятно, что это больше, да, это в любом случае выиграешь. Сама это первое. Но, вы знаете, по опыту участия в выборах законодательного собрания и учитывая новые поправки, я, честно говоря, думаю, что так или иначе, несмотря на то, что там договорится оппозиция или не договорится, но то, что сейчас сделали три дня голосования, то есть для меня это, ну, например, такой пугающий момент. Почему? Потому что, ну, вы знаете, с восьми утра до восьми вечера, когда работаю в избирательном участке, и то умудряются делать такие чудеса, да, там, вбросы и прочее. Мы этих историй знаем достаточно много. Я могу сказать, что вот по своему округу, когда я избирался в законодательное собрание по одномандатному, у меня 1260, по-моему, могу ошибиться, испорченных бюллетеней. Испорченных бюллетеней — это те бюллетени, где стояли вторые галки. Ну, вторая галочка, допустим, одна там за меня, другая там за другого кандидата. Ну, я никогда не поверю, что при явке, там, примерно, там, 6-7 тысяч, может, 1200 поставить там по две галки, то есть как бы... То есть вы считаете, что эти бюллетени... Конечно, это фальсификация, это в любом случае портят бюллетени, для того, чтобы эти бюллетени там не были за определенного кандидата, только раньше... Существующие кем-то... Ну, конечно, но вы... Кем-то отмеченные. Я для вас новость какую-то рассказал, что ли. Когда у нас большинство избирательной комиссии, они формируются по принципу, в школах там они проходят. Когда, допустим, у меня есть, допустим, видео, когда там пропали 100 бюллетеней, когда стали сводить цифры, и потом они там территориально, там, в территориальной избирательной комиссии, вернее, в Уике, доходят эти бюллетени где-то там в другом месте. То есть, ну, вот таких... Обычно говорят о вбросах, не о порче. Вбросы, когда, допустим, по... То есть, когда они там начинают выгонять, когда начинают там вызывать скорую, падать в оморок, такие, как бы, истории тоже были. Поэтому, вы знаете, и все они делали это за 12 часов. Они делали с 8 утра до 8 вечера. Что можно сделать за 3 дня? Честно говоря, ну, я считаю, вообще, есть ли выборы. Вот что можно сделать за 3 дня, которые сейчас есть для голосования. То есть, ну, я считаю, все, что угодно. То есть, это можно не спеша рисовать вторые галки, не спеша вбрасывать там и так далее. Но это какая-то позиция опустить руки. Нет, это в любом случае не опустить руки. Это я вам говорю свои, как бы, вот такие вот вещи. То, что... То, что получится ли договориться или нет, конечно, это будет, наверное, самый правильный вариант. Если это удастся. Ну, периодически, конечно, договоренности, так или иначе, они дорушались, по крайней мере, это было раньше. Вот. Как будет сейчас, ну, как будет на следующий год, ну, я не знаю. То есть, там, кто будет участвовать, сколько будет желающих, кто пойдет. То есть, ну, не готов сказать, поэтому мы сейчас можем только предположить. Но то, что будут пытаться сохранить большинство в законодательном собрании, ну, это, конечно, да, потому что без этого им никак. И вторая история, я считаю, что если сократили депутатов, то, конечно же, вот надо из этого здания, там, из областного правительства сократить в таком же, в процентном соотношении, количество чиновников. Которые, ну, на мой взгляд, депутаты, по крайней мере, там, на платной основе, которые получают зарплату из бюджета, их там, на самом деле, не так много. А в основном, это на общественных началах. Вот в городской думе, там, там, три депутата, которые получают зарплату. Два зама и глава города. Все остальные на общественных началах. Никто там ни копейки, ничего не получает. В законодательном собрании это же самая история, когда большинство, они, ну, не получают там никаких зарплат. Чиновники же, они проедают бюджет, и так дефицитный бюджет. Ну, не знаю, как сокращать, если вот опять новая структура, центр управления регионом. Ну, невозможно сокращать. Вот много новых дел. Для чего? То есть у нас реально, ну, не знаю, у нас такое ощущение, как замирает жизнь, да. То есть у нас люди отсюда уезжают, у нас новых предприятий не создается. У нас увеличивается, только мы читаем новости, когда у нас создается какая-то новая структура в администрации. Я с радостью хотел бы увидеть в новостях, что у нас там открыто какое-то предприятие, какое-то, не знаю, ну, как вот там в Калужской области, да, там постоянно что-то открывается. То есть там еще какие-то. То есть у нас этого ничего нет. Ну, вот это вам кажется плохо, центр управления регионом, новая структура будет следить за сообщениями от жителей. У нас нет центра управления регионов. У нас в каждом районе администрации, там, ну, в некоторых там более ста человек, да. То есть это не сбор информации от жителей. У нас даже... Ответ на комментарии в соцсетях. Вот плохо? Не, ну, здорово, конечно, но у нас полно чиновников. У нас в одной городской думе там пресс-служба человек, по-моему, девять. Ну, то есть есть кому отвечать? Вы, конечно, есть. То есть есть территориальное управление, в городе, например, их четыре штуки, которые для меня там загадкой, чем они занимаются и какую функцию они выполняют. Там, если сойти, там в каждом кабинете не по одному человеку. То есть необъяснимо, что они делают. Но, тем не менее, я думаю, что если там выделить кого-то человека, который будет отвечать там на комментарии, ну, наверное, как бы там есть кого. А Центр управления регионом, он тогда зачем? Я не понимаю, что такое Центр управления регионом, а вот это здание, которое вот из окна у вас в студии видно, это не Центр управления регионом, это будет другое здание, где будет Центр управления регионом. Ну, вот в каком здании он будет, я не знаю. То есть, ну, я не понимаю, для чего плодят эти структуры, то есть, ну, для меня, например, непонятно. Ну вот гендиректор группы компании «Медиа» нашей компании, Роман Данилин, он пишет, что отклики на комментарии в соцсетях – это задача формальная, истинная же, на его взгляд, подготовить среду для победы «Единой России» на выборах в Госдуму, как раз путем контроля за тем, что происходит в соцсетях. — Понимаете, «Единая Россия» после увеличения пенсионного возраста, после массовых посадок своих членов партии, в том числе, если взять Кировскую область, как раз-то следующий год, выборный год, точнутся все суды по Быкову, который был секретарем «Единой России», председателем ЗАГСобрания, и все мы знаем все эти истории. — Ну, я думаю, что точнуться в этом закончится в следующем. — Скоро уже, значит, доставы с полтора месяца. — Я думаю, что да. Поэтому после этого всего победить на выборах с такими коррупционными делами, глава администрации, например, тоже был членом партии Илье Вячеславович. — Да, мы о нем чуть попозднее. Давайте вот про это сейчас. И вы это к чему? Что одномандатники нужны для того, чтобы беспартийными... — Да, потому что невозможно победить «Единая Россия» на честных, правильных, конкурентных выборах. Ну, вот до сегодняшнего дня нет. И многие, даже сами члены партии, об этом говорят, что ну да, не хотели. То есть какая-то аналогия, даже какой-то там, не знаю, имени создан, там, АНФ, там, еще имеет, ну, на мой взгляд, больше шансов, чем вот сама по себе вот эта формулировка «Единая Россия». — И что тогда будет происходить? Будут люди, которые не от партии по одномандатному кругу? — То они пойдут так же, как, ну, допустим, как на довыборах в городскую думу, шел человек от партии, вот, где Бекалюк проходил, да, то есть он шел, а ему, так скажем, у него в конкурентах был, шел от партии, тем не менее он всячески открещивался от этой партии, когда там выпустили, там, как бы, ну, когда стали говорить, что он от партии, он, ну, всячески старался дистанцироваться. — Поэтому я думаю, что все одномандатники, которые в том числе пойдут, они, либо это будут сильные люди, которые самодостаточные и которым, в принципе, никакая партия не нужна, им, в принципе, без разницы под каким флагом пройти, просто их знают как людей, либо, ну, партия тут точная, она не даст плюсов, даст только минусы. — То есть провластные люди, но при этом не называющие партии? — Я думаю, что да, то есть есть же у нас все равно там, так или иначе, остались еще крепкие там какие-то хозяйственники, предприниматели. — Может быть, они пойдут, но в дальнейшем вступят во фракцию Единая Россия. — А вот член общественной палаты Олег Ткачев, которого я уже упоминала, он еще высказал точку зрения о том, что новые партии некие, они уже появляются, и их пустят вот на выборах в ОЗС, и они тоже там, они будут провластными, будут оттягивать голоса у оппозиции, и вроде бы, ну, ей объединяйся, не объединяйся. — Ну, я не думаю, что сильно кто-то оттянет голоса, то есть как бы и все эти новые партии, они, как правило, переживаются там на один выборный сезон, да, там взять там эти же коммунисты России, там или еще какие-то такие, которые появляются, ну, взамен как спойлеры там кому-то, да, то есть там коммунисты России, спойлеры там коммунистам, то есть там еще какие-то партии. — Да, они сейчас появляются, там новые люди есть, какая-то партия там и так далее, но смогут ли они что-то набрать? Ну, конечно, если во главе там будет стоять какой-то местный житель, который уважаемый там, скажем, там в области, или посмотря по какому округу он идет, или в городе, ну, конечно, у них есть шанс там за счет его там заявить о своем присутствии там в законодательном собрании. Если у них такого человека не будет, сама по себе партия, ну, ровным счетом ничего не даст. — Ну, то есть нужны люди еще и... — Любая партия, я уже это неоднократно говорил, она состоит из людей, да, то есть почему там везде есть какие-то, то есть просто Единая Россия партия больше, и, соответственно, ну, там больше всяких таких жуликов, приспособленцев там и так далее, к примеру. Какие-то партии меньше, там, соответственно, тоже без грехов, и тоже есть какие-то там, в том числе и жулики и так далее. Но все равно так или иначе партия состоит из людей, и если там можно их создать 10 штук, ну, там 20, 30, 100, сколько угодно, но если там не будет людей, которых уважают жители, да, ну, соответственно, как бы не будет ничего, да. То есть поэтому тут самое главное — люди, конечно. — По поводу людей, вы сами бы, Денис, интересно было вам стать, например, вот таким единым кандидатом или просто не единым кандидатом, а пойти в ОЗС? — Вы знаете, я об этом, честно говоря, еще не думал, вот, и... — Новый уровень ваших разоблачений? — Ну, да, я думаю, что уровень, он был бы, наверное, не меньше, потому что я не думаю, что в области происходит меньше каких-то криминальных историй, там, и хищения, там, это мое предположение, опять же, да. То есть чем в городе, хотя, в принципе, пока я не стал депутатом городской думы, я тоже, ну, предполагал, что в городе там какие-то происходят воровство, но бюджеты, обкрадывание жителей, но то, что в таких масштабах, конечно, нет, я не предполагал и не знал. — Пока не начали? — Да, пока не начал все это, ну, то есть я обещал на выборах, я обещал то, что будем стараться бороться с вороватыми чиновниками, поэтому, в принципе, я это и делаю. — А в областном уровне не думали пока? — Пока мы не обсуждали эти темы, пока как бы не говорили. — То есть о конкретных людях пока рано говорили? — Я думаю, что да, потому что, ну, во-первых, кому-то, может, это уже будет неинтересно, кто-то, может, просто не пойдет, кто-то, у кого-то, может, какие-то планы там на переезд там из региона, у кого-то еще что-то, поэтому я думаю, что сейчас об этом еще, наверное, это уже где-то ближе к выборам. — Ну, у нас вот три минутки до рекламы, начали уже говорить про Илью Шульгина, все-таки давайте эту тему я подниму. У нас уже здесь в студии многие или почти все говорили о том, что да, вот это вот задержание, связанное там с некими камерами, да, людям будто даже не очень понятно и неинтересно, да, но говорят, что это только веревочка, за которую теперь можно тянуть, и много еще всего интересного появится, и мы увидим. Я не буду просто вокруг да около ходить, вы у нас чаще всего конкретными фактами в эфире говорите, поэтому я тоже хочу вас спросить, неизвестны ли вам какие-то факты конкретные, за что еще Илья Шульгин может или не может быть? — Ну, вы знаете, за что спасибо Илье Вячеславовичу, одной рукой он боролся, в том числе с коррупцией, написал заявление по Парку Победы, другой вот то, что, видимо, мы видим сейчас… — Да, да, то есть, ну, видимо, под, так скажем, под этим, так скажем, знаменем, да, борьбы с коррупцией он решил, видимо, в том числе сделать какие-то не совсем добрые, хорошие дела для нашего города. То, что еще может быть, да, безусловно, я согласен с теми, кто высказывался, что это не единственное дело, я считаю, что Следственный комитет, они именно возбуждают то, что имеют под собой железобетонное основание, всегда берут за основу, мне кажется, именно это. — То, что будет, это, я считаю, это строительство дороги в Уронцево и в Чистых прудах некой питерской фирмы «Спецстрой». — Задержанная чуть ли не на год, да? — Да, задержанная, там она недостроена, то есть и так далее, и где, в принципе, все работы выполнял ГДМС. Муниципальное предприятие, которое каким-то образом не участвовало в этом конкурсе, то есть таким образом была составлена документация. На сегодняшний день это ГДМС выиграл суды, но смысл в этих судах, ну, получили они исполнительный лист, но организация абсолютно пустая, и брать с нее нечего. — Вот, по-моему, эти улицы ведь как раз стали в итоге причиной из-за того, что Шульгин ушел, да, когда... — Ну, это одна, я считаю, есть причин там. Второе, я считаю, вот по «Спецстрою» будет эпизод, я считаю, что будет эпизод... — А что там конкретно в этом эпизоде? — Ну, вы знаете, как бы, я считаю, мое предположение, опять же, что это просто был некий договорной матч, когда никто не заявляется, и выигрывает одна фирма по максимальной цене, и делает, ну, первое, там, некачественно, второе, там, с помощью этого же муниципального предприятия, да, и в конечном итоге с муниципальным предприятием. Предприятиям не рассчитывается, и, ну, и предприятия, там, мало того, что, ну, там, не получают денег, так они с этих еще денег заплатили все налоги, да. Второе, я считаю, что это будет закупка троллейбусов, абсолютно такая, ну, вроде бы положительно весь для города, что там покупаются новые троллейбусы, не так часто у нас это бывает, но, тем не менее, которые троллейбусы закуплены, я уже и на Думе это выступал. В течение месяца все поломались. Да, они стоят, часть у забора, поэтому... До сих пор все это тянется? Да, они периодически ремонтируют, там, делают, ну, какая-то часть снова там сама ломается и так далее, но эти троллейбусы абсолютно не соответствуют ни тех заданий, ни условиям эксплуатации, там, и так далее. Вот, я сомневаюсь, что получится там доказать историю с энергосервисным контрактом, что это была не, ну, такая, скажем, история, но если получится, это будет здорово. Вот на сегодняшний день я вижу, как бы, ну, три точные истории, которые будут изучаться, но две, я считаю, что имеют под собой, как бы, достаточно хорошую основу. У нас реклама сейчас, сходим и вернемся в студию. Особое мнение на 101FM Да, это действительно программа «Особое мнение», мы продолжаем ее с депутатом Кировской городской думы Денисом Ерохиным. Я еще раз напомню наш номер телефона 8 909 720 101 и 0, можно писать нам в Viber WhatsApp и даже SMS и задавать вопросы. А я задам свой относительно энергосервисного контракта. Вот, что вы имели в виду, когда говорили, что Шульгин может и по нему? Ну, вы знаете, изначально, когда эта история только обсуждалась, в том числе и на комиссиях депутатских и так далее, то есть для меня это всегда было непонятно, для чего нужен какой-то энергосервисный контракт для того, чтобы, ну, так скажем, преобразить в лучшую сторону уличное освещение города. Ну, там же денежные расчеты. Нет, у нас есть, на самом деле, два достаточно, ну, неплохих муниципальных предприятий, одно из них вообще достаточно крепкое, это Гороэлектросеть, другой Кировсвет, и они вполне могли самостоятельно справиться с этой задачей, поменять светильники там в течение какого-то времени. Вот, для чего, причем Кировсвет, он большую часть, в том числе и работал на подряде вот у этой организации, которая там, ну, у Ростелекома, там их привлекали, то есть контракт с Ростелекомом, в том числе на подряде по установке этих светильников, да. Поэтому я считаю, что это можно было быть силами муниципального предприятия. Второе, был вопрос, который, значит, по гарантии этих светильников, самый качественный светильник, у него гарантия 5 лет, это самый качественный светильник. Энергосервисный контракт рассчитан на 7, совершенно верно, нет, на 5. Самый качественный, обычно срок у светильника, гарантийный срок 3 года, качественный производитель дает 5 лет, и только один Сименс, который дорогущий светильник, на самом деле, но качественный, дает гарантию 7 лет. А энергосервисный контракт на 7 лет. Я неоднократно спрашивал администрацию, каким образом, допустим, когда закончится энергосервисный контракт и срок вот этих светильников, то есть каким образом город будет решать проблему с освещением. То есть, если говорить, там, ну, то, что было раньше, там, поменяли лампочку и снова там стало светло, то светильник, он, в принципе, неремонтнопригодный практически, и, то есть, ну, город, на мой взгляд, может попасть во тьму, да. Поэтому вопросов мы задавали очень много, не только я, там, все мои коллеги, так скажем, были в непонимании, для чего это делается, но, тем не менее, так или иначе, это сделано. Насколько там качественные светильники, ну, честно говоря, мне кажется, там та же самая история, как с камерами, да, то есть, поэтому я думаю, что это имеет какую-то почву для медицины. Минимум для следственного комитета, наверное, задача с этим вопросом, наверное, они это будут делать, я предполагаю, но, так или иначе, получится ли там найти выгода приобретателя во всей этой истории, ну, поживем, увидим, да. Начали уже тут про троллейбусы говорить немного, у нас же скоро будут разыграны аукционы на перевозки по городу, да, вот этот год заканчивается, всего на год заключали контракты со всеми перевозчиками, видимо, в надежде что-то за этот год поменять, но такое ощущение, что ничего не поменялось, насколько я знаю, тут на днях, завтра будут депутатские слушания, да, по этому поводу. Да, завтра у нас на комиссии, значит, на сентябрьскую комиссию мы выносили вопрос о том, чтобы обсудить маршрутную транспортную сеть перед тем, как выставлять ее на торги. Значит, администрация написала письмо в том, что мы не готовы, просим перенести на октябрь. В октябре произошло то же самое, администрация снова написала письмо, что мы не готовы. И поэтому... Сеть не готова новой, или что в чем? Нет, готова конкурсная документация, они не понимали, не понимали, сейчас, видимо, может, уже понимают, не понимали, каким образом, сколько количество лотов делать там и так далее. И, значит, тогда мы с депутатами, с коллегами решили все-таки попросить главу города, чтобы она назначила перед тем, как выставлять на конкурс, дозначила депутатские слушания. Что, в принципе, и было сделано, и завтра, вот как раз в два часа, вот эти депутатские слушания будут проходить. И завтра только станет известно, будут ли какие-то по новой сети изменения. По новой сети, вот буквально вчера мы получили информацию о том, что, ну, наверное, нового ничего не будет, потому что я неоднократно спрашивал администрацию и задавал вопросы и на Думе, и на комиссиях. Я хотел бы знать, вот буквально в том году, в 19-м, было заплачено за паршрутно-транспортную сеть 15, там, с половиной почти миллионов рублей. Я хотел, администрация задавала вопрос, каким образом вот этот труд за 15,5 миллионов бюджетных денег, значит, что из него уже взято, что из него, допустим, планируется сделать там через полгода, год, там, через два, через три. На что, вот буквально вчера мы получили от администрации письмо, ну, то есть, все депутаты, то есть, по заключению разработчиков программы, это вот как раз те разработчики, которые получили 15,5 миллионов бюджетных денег, действующая... Да, Рязанская организация, действующая маршрутная сеть в целом удовлетворяет спрос жителей муниципального образования город Киров. То есть, получается так, что мы в дефицитном бюджете с достаточно большим количеством проблем, там, в том числе, там, садиков, там, окон, там, ремонта в детских садиках и так далее, мы просто платим 15,5 миллионов рублей из бюджета за то, что, вот, они нам говорят, что жители довольны. Ну, слушайте, а это не то, к чему мы сами же их и принудили в итоге, они пытались что-то разработать, сделать сеть, которую в итоге запороли, отвергли, сказали, ну, хотите, вот вам такой ответ. Нет, ну, мы говорили о том, что давайте расторгать и в любом случае все такие проекты, вот, в том числе, там, разработка маршрутной сети, я понимаю, что необходимо привлекать, там, тех или иных специалистов, да, Но такие вещи ключевые, которые там, как ездить жителям города Кирова на общественном транспорте, или вот история со стратегией, которая на прошлом заседании Думы рассматривалась до 2035 года социально-экономического развития, Я убежден, что это должны делать местные организации, вот, есть, допустим, ВИАДГУ, там, или еще какие-то организации, которые именно здесь живут, которые, ну, с привлечением всех неравнодушных граждан города, каких-то общественных, общественников, там, не знаю, студентов, специалистов в той или иной сфере, там, и так далее. Вместо этого к нам постоянно за бюджетные деньги приезжают какие-то организации, выиграют конкурсы. Потому что они готовы делать дешевле, чем наши, видимо. За 15,5 миллионов это дешево, чтобы сказать, что жители у всего удовлетворяют, ну, я считаю, что нет. Или там стратегия за 4 миллиона, там, с лишним. Ну, о чем она была? Ну, честно говоря, это просто реферат. Вот, поэтому, вот, мы скоро весь бюджет, вот, в такие проекты, наверное, как бы, из расхода. То есть, я правильно поняла, новых маршрутов? Я думаю, что ничего нового не будет. Будет просто увеличение количества лотов. Ну, то есть, как это скажется, то есть, положительно, там, или еще как-то, ну, я не готов сейчас сказать. Нам, в любом случае, завтра нам что-то будут вещать, и я надеюсь, что это будет, ну, что-то вменяемое и что-то позитивное для жителей. Если это будет опять, там, из пустоя в порожнее, как это обычно, там, вот, то я считаю, что, ну, конечно, это... Ну, проблема-то еще в том, что нам говорят, вроде бы, позитивное уменьшение интервалов, увеличение времени работы, но ничего не происходит. Вы знаете, нам никогда не говорят ничего негативного, да? То есть, любая история, в том числе по воросту бюджетных денег, она заканчивается, начинается с позитивной сказки. Вот, когда начинают рассказывать, в принципе, как здорово будет, если мы сделаем то-то, то-то. А в результате, вот, мы получаем за 15 миллионов ответ, что, в принципе, в целом маршрутная сеть удовлетворяет. Я буквально читаю, вот, из того, что представила администрация, в целом сеть удовлетворяет спрос жителей муниципального образования города Кирова. Хорошо, без проблем. Если она все удовлетворяет, вы нового ничего не придумали, верните деньги в бюджет. Вот и все, все очень просто. А по поводу еще бюджета, вообще бюджета, накануне прошли общественные обсуждения. И, кстати, что интересно, всего один человек послал какие-то там предложения и замечания. То есть, во-первых, у людей нет почему-то совершенно к этому интереса. И вообще, в принципе, вы как оцениваете то, что там с бюджетом у нас происходит, то, что в ближайшие три года доходы его расти не будут? Я думаю, что они не то, что они будут расти, они будут сокращаться. Это, в принципе, объективный фактор в нашем регионе, потому что, в том числе, ну вот, молодежь, она как бы старается отсюда уезжать. Корона тут ни при чем, вы хотите сказать? Ну, корона, наверное, внесла свои коррективы, но это как бы разовая история. Я очень надеюсь, что буквально там до следующего года мы как-то так постепенно начнем об этом забывать. Я очень на это надеюсь. Поэтому, конечно, внесла. То есть, так или иначе, часть бизнеса просто не пережила. Особенно те, кто были на арендных площадях, я имею в виду, это бизнес, который так или иначе связан с обслуживанием людей, которые взяли и в один день просто закрыли. То есть, и людям надо платить аренды, зарплаты и так далее. А у них все. То есть, понятно, что они позакрывались. Второе, я считаю, что это внесли. Все равно бизнес ищет, как оптимизировать средства. Допустим, в соседнем регионе, допустим, упрощенная система налогообложения вместо 6%, как у нас, 1%. Вместо дохода минус расхода вместо 15, 5%. То есть, понятно, что часть предприятий, там, часть предпринимателей, в том числе, стараются зарегистрировать бизнес именно там, чтобы достаточно честно, правильно, спокойно оптимизировать свои затраты по налогам. Если там есть такое законодательство, почему у нас это не делается, ну, честно говоря, не понимаю. Второе, если все-таки не удастся продлить ЕНВД, это город еще потеряет, там, по-моему, порядка 220 миллионов. То есть, это еще самый минус из бюджета. Количество предприятий становится меньше, доходы меньше. То есть, соответственно, ну, так или иначе, тут даже, наверное, винить кого-то, ну, в первую очередь, самих себя. Потому что, ну, все, что происходит, это вот, ну, сокращение бизнеса, сокращение, вернее, условия для бизнеса, который становится, так скажем, интереснее в других регионах, и поэтому бизнес уходит. Поэтому, я думаю, что с бюджетом будет только хуже. И мы сами в этом, в общем-то, тоже виноваты. У нас заканчивается время. К сожалению, Денис, спасибо вам большое за разговор. Доброго дня, доброго дня всем слушания. Всего доброго дня. Спасибо. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok